Хочу никуда. Ну что же, приехали. Иди садись тогда слушать. Иди садись. Ладно, начнём вместе. Друзья, креативное утро — это такая история, наверняка, кто часто ходит, кто бывает здесь? Супер. Я тоже стараюсь не пропускать ни одной лекции. И поступило предложение мне тут от Мария. Говорит, давай заповедник раскрутим тему. А как вы знаете, все спикеры, которые здесь выступают, они так или иначе привязывают тему к своей деятельности. Как можно заповедник привязать к теме телевидения? Скажите, пожалуйста. Есть вот варианты у кого-нибудь? Я видел руку, нет? Нет вариантов. Я тоже говорю, так, ребят, подождите, заповедник и я — это как вообще? Это про что? Ну окей, я подумал, это же про креативное утро, надо покреативить, подумать. В итоге мне пришла в голову такая мысль, что можно поговорить о искренности, о тех качествах внутри каждого человека, который важно сохранять, да, заповедник. Я залез просто, загуглил заповедник, что это такое, на самом деле, да, чтобы определиться, как это правильно подать. Ну это такое место, которое не тронуто человеком, которое важно охранять, да, и подвергается там особой охране. И мне пришла в голову идея рассказать о качествах — это искренность, это смелость, это осознанность. Это те качества, которые важны каждому из нас для того, чтобы жить своей жизнью. Я это так определил, и сейчас хочу с вами этими заключениями поделиться. Гриш, как у тебя дела? Все понял, ты со мной всю лекцию. Хорошо, мне вот нужна была поддержка твоя, спасибо. Спасибо. Итак, смотрите, хотелось бы начать вообще с искренности самим собой. Я про что? Вот вы часто обманываете себя осознанно, бывает такое? Вот мне кажется, это вообще про каждого из нас. И вот здесь очень важно быть искренним самим собой, тогда мы начинаем жить свою жизнь. Вот объясню, как это работает. Я не обманываю себя и честно себе говорю, мне это нравится или не нравится. Мне нравится этот человек или он мне не нравится. Да? Вот. У меня знаете, как часто было? Абсолютно совместивание. Я сразу скажу, что к лекции не готовился, это вот просто такой поток мыслей. И хочу сказать, что вот у меня так было, знаете, я хочу нравиться всем. Есть такие люди в зале, вот кто очень переживает, если кому-то не понравится. Бывает такое? Супер. Это очень важно, когда я нахожу сейчас резонный ответ, потому что это тоже про искренность. Я искренен, и когда отдача идет, это здорово. Вот в один момент я понял, почему я должен всем нравиться. Зачем? Это не про меня, это уже не про искренность. Я не настоящий в этот момент, потому что пытаюсь всем понравиться. И я стал реагировать на людей, на жизнь по-другому. Я стал делать то, что я хочу, выглядеть так, как я хочу, и говорить то, что я хочу. И если человеку это не нравилось, да, в какой-то момент... Вы знаете, как сказал Усоцкий однажды, ты не боишься, что... Ему говорили там все друзья, если не боишься, что тебя не примут. Он говорит, если уйдут, значит, не любили. Помните, да, это выражение? И вот здесь, наверное, про то же самое. Я такой, какой я есть, я с вами честен, я делаю то, что мне нравится, если вы уходите, вы не мои люди. Я сейчас не хочу выглядеть, конечно, знаете, таким, типа, ага, как хочу, так и веду себя, да? Это не про это, что я подойду и могу плюнуть вам там под ноги. Нет, это абсолютно не про это, но в рамках разумного я делаю то, что мне нравится. Если какие-то люди уходят, то, извините, но нам не по пути, а какие-то остаются, и мы идем дальше все вместе. Это про искренность. Отсюда же вытекает история смелости. Это ведь надо быть смелым, чтобы потерять, да, какого-то человека. Или не потерять, например, а понять, что этот человек может тебя не принять, но зато ты честен. И это важно быть смелым. Смело делать то, что ты хочешь. Вот. А про осознанность понимать зачем. Зачем я это делаю всегда. Это если говорить про искренность с самим собой и с окружающими. Да, Гриша? Все хорошо? Ну, привыкай, привыкай. Если говорить про искренность в любом деле. Дело в том, что я хочу начать с того, что я отучился на режиссуре театра, и там тоже очень важна искренность, очень важна осознанность и очень важна смелость. Сейчас я работаю на телевидении и веду различные мероприятия. И все эти качества мне помогают. Объясню, как это работает. Вот, например, если мы возьмем с вами театр. Кстати, очень символично, что мы сегодня в космосе. Я хочу после лекции провести небольшой тренинг, который будет касаться как раз этих качеств на искренность. Если мы говорим про театр, то очень важно было все время на сцене, понимать, что ты делаешь. Понимать, зачем ты выходишь на сцену, тогда уходит волнение. Вот объясню, если вы запомните и попробуете потом прощупать это на себе, вот я уверен, что у каждого это сработает. Знаете, как избавиться от волнения, когда ты выходишь на публику? Ты выходишь на публику, и ты понимаешь, зачем я сейчас сюда вышел. Что я буду делать сейчас? То есть про что? Про что моя жизнь? Про что мое выступление? Про что я здесь и сейчас? И тогда у меня не остается мыслей волноваться. Я понимаю, что сейчас я вышел поделиться с вами, рассказать вам о своих каких-то умозаключениях. Все, у меня волнение уходит вообще. Это вот про осознанность. Я понимаю, зачем и что я сейчас делаю. Если говорить про искренность в театре, то там зрителя не цепляет совершенно ничего, если ты не настоящий, ты не искренний. Да, вы сейчас скажете, это все игра. Да, но там знаете, как устроено? Мы пропускаем все через себя, через свое отношение к этой роли. И вот насколько я искренне ее проживаю, насколько искренне мои чувства, тогда зритель резонирует, тогда зритель чувствует. Сейчас выйдут режиссеры, просто скажут, что ты там рассказываешь? Вот это касается театра. Далее мы, если возьмем телевидение, здесь вообще вот один в один то же самое. Мы когда сидим в студии, вы видите же, да, мы читаем суфлера все, весь текст. На самом деле, это не просто текст суфлера. Я выражаю всегда свое отношение к тому, что говорю. И пишем мы сами, естественно, на все подводки там и так далее. И когда я выражаю свое отношение, тогда вы чувствуете это, тогда вы резонируете. Ну, условно говоря, если бы я говорил сухо, там, добрый вечер, друзья, там, туда-сюда, сегодня там упал самолет и так далее, и так далее. Вот вообще никакой эмоции у меня нет. Если я выражаю свое чувство, видите, да, иногда телеведущие сидят и они с чувством говорят о какой-то новости. И тогда вы вовлекаетесь моментально. Потому что вы чувствуете там искренность. Вот искренность это вообще что такое? Это искра. Когда человек искрится. Не важно, по какой новости он искрится. Не важно, на что, но когда есть искра, вы не можете быть бездушными в ответ. Кажется, вот вы. Ты еще не готов сказать «Добрый вечер, леди джентльмены»? Ладно, скажешь, не поможешь. Вот. И когда искренность есть, невозможно реагировать на нее. И здесь то же самое. Когда я говорю, например, упал самолет, я выражаю свое чувство искренне, если тогда весь зритель, даже через экран, он вовлекается. Если говорить немножечко, еще вернуться к теме искренности самим собой, я хотел привести пример. У меня есть друг, Дамир Исхаков. Мы дружим с ним, наверное, лет пять. И он часто мне звонит. Вы знаете, у нас такая дружба. Он мне звонит, говорит, «Сань, приедете, я что-то не могу, я что-то растерялся, что-то надо мне поговорить с тобой». Я приезжаю, и он мне говорит, «Сань, ну вот я вот вроде люблю ее, а вот она как-то мне не отвечает. Вот что-то вот, что-то не так. Я вот хочу любить». И при этом он мне говорит, «Слушай, я там себе тачку купил, Lexus белый новый». «И сейчас давай летом покатаемся». Вот буквально это правда, вот совсем недавно это было. Летом говорит, «Давай покатаемся, бери там своих, все будет гонять». Я, говорит, «Поделаюсь там девчонки». Ну вот он такой, он любит это дело. И я-то его знаю уже. А он мне говорит, «Сань, ну как у него получается с любовью, что-то не складывается никак». Я говорю, «Дамир, давай поговорим». И говорю, «Слушай, ну вот давай разберемся, тебе что по-настоящему? А ты детей хочешь? Ну сейчас пока, в принципе, не надо. Вот, как-то так что-то». Я говорю, «Слушай, ну хорошо, давай поговорим. Вот ты сейчас вот эту девушку выбрал, для чего? Вот про осознанность, да, для чего она тебе? Про что это? Этот выбор про что? Ну смотри, красивая». Я говорю, «Хорошо, губы накачала, А дальше, что? Про что она тебе, зачем? Ну с ней классный секс, условно говоря. Вот он мне правду вваливает». Я говорю, «Хорошо, ты тогда про какую любовь меня спрашиваешь?» И он сидит. «Нет, ну надо же любить». Я говорю, «Надо, это не хочу». «Твое надо, это не про твое хочу». И говорю, «Давай тогда разберемся, если хочешь, правда, кайфовать от жизни сейчас, так ты кайфуй, зачем ты прикрываешься этими стереотипами общества, этими стереотипами о любви? Вот когда придет любовь, когда ты захочешь семью, еще какие-то вещи, вот тогда у тебя не будет вот этих диссонансов. Я выбрал девушку, а любви не получается, так ты ее выбрал, не для любви». И вот он говорит, «Спасибо, спасибо, это было мощно». Я говорю, «Дамир, ну ты сам собой бы честен». Да, готов? Я куда пошел? Ну подожди, давай, давай. Ладно, я буду. в самом начале, я спросил Марьям, если у меня выйдет сын, заберет ли мне микрофон. Я можно не буду давать вам подзапелиться, конечно, я просто воспитываю сына вот как-то так, бесконфликтно. Гриша, если захочешь, поможешь мне, да? Давайте еще раз аплодисментами наградим Григорию. привыкаем к сцене в самых малых лет, поэтому я его не запрещаю. И вот, возвращаясь к Дамиру, я сказал, отвечай сам себе на вопрос, чего я сейчас хочу, про что мой выбор. И тогда мы начинаем жить свою жизнь, тогда у нас нет с вами вот этих вот нюансов, что что-то не так, что-то сегодня. Вы знаете, кто мне сказал, Катя Шадрина, знаете, Катю Шадрину, она тоже работала очень долго корреспондентом на телевидении, сейчас она в богоделье работает. Она мне как-то сказала, Саш, если ты чувствуешь что ты стал жертвой обстоятельств, значит, ты жил не свою жизнь. Значит, нужно срочно брать за нее ответственность. Вот когда ты можешь сказать себе, вот сейчас у меня вот так произошло, но это осознанно было, это мой выбор и так далее, да? А когда мы чувствуем, что что-то происходит в жизни и так, это значит, мы неосознанно живем, мы нечестны с собой и так далее. Ты там уже, да, свой концерт играешь? Молодец. Вот, и возвращаясь к искренности, опять же, в своей деятельности, в каждой. Например, давайте, знаете как, вот я сегодня увидел в зале руководителя Lightroom, что ли, или Lightshop, Lightshop Design, по-моему, да? Аплодисменты ему. Ребята очень крутые. ярко, ты знаешь, это к тому, что я абсолютно негативился, я абсолютно сейчас искренне здесь и сейчас. Вот я тебя увидел, я вспомнил, что когда мы открывали бизнес с товарищем, мы пришли к вам, помнишь, было дело, и мы хотели создать логотип, там вот эта вся история, значит, компании. Мы сели с ребятами, они нам предложили, что-то нарисовали, нам не подошло, да? Вот мне не легло, но ребята в тот момент остались в своем стиле, они сделали то, что они хотят, а не то, что вот прям вот нам надо, да? Они дали то, что нам нужно, но в своем стиле. Вот мы ушли, но ребята до сих пор на пике, до сих пор у них куча клиентов, вот они искренние в своем творчестве, абсолютно. И вот за это вам огромное спасибо, потому что таких ребят, да-да-да, можно поаплодировать. Таких ребят не очень много, потому что мы часто, вот это про то, что да, я хотел нравиться людям. Нет, важно быть самим собой, тогда ты будешь нравиться тем людям, которые действительно искренне резонируют на тебя. Так, ты почти готов? Ну говори. Ладно. Вот, поэтому я уверен, что если говорить, вот например, да, вообще дизайн это такая штука, очень личная, мне кажется, нет? Есть какие-то основы, да, но она очень личная. Если взять любую деятельность любого человека, мне кажется, очень важно оставаться искренним, искренним в своих проявлениях везде, тогда ты находишь свою аудиторию. А если говорить про, ну, про смелость, то здесь важно быть смелым, вот, смелым не бояться делать то, что тебе нравится, не бояться, что на тебя посмотрят, как-то не так, как ты хочешь. И это все тоже про смелость, и для того, чтобы быть искренним, нужно быть смелым. Для этого нужна осознанность в любом деле. Возьмем, например, ведение мероприятий. Вот я, знаете, выхожу и... Да, Гриша? Я хотел спросить, ты в туалет хочешь? Нет? Ведение мероприятий. Я абсолютно искренен, когда я выхожу к аудитории. Вот, вы наверняка многие видели разных ведущих на мероприятиях, правда? Можно же по пальцам пересчитать тех, кто резонирует. вот выходит, и есть какая-то там харизма, не знаю, еще что-то. Я не беру сейчас себя судить, это вам решать, но вот есть ведущие, которые выходят и делают это просто машинально, автоматически. Да, добрый вечер, все, ты сразу отвлекаешься, тебе неинтересно, ты смотришь куда-то там в тарелку, кушаешь, а есть такие ведущие, которые выходят, работают, они делают это искренне, потому что им нравится. К примеру, я могу привести Диму Анисимова, знаете, все его? Это человек, который кайфует. Вот он искрится, когда он работает. Он горит весь. Ну, важно, конечно, не сгореть, но вот он пылает так, что невозможно оторваться. Он вел свадьбу у моих товарищей, я присутствовал тоже в зале, я практически не ел вообще, потому что было здорово, было интересно. Вот, к слову говоря, о человеке, который сегодня открывал это мероприятие, я как-то увидел в Инстаграм его, он очень искренний. Вот согласитесь, он такой настоящий. Вот многие боятся, многие боятся показать свою слабость где-то, да? Вот многие могут воспринять его искренность, вот эту радость, такую, знаете, какую-то наивность где-то местами, как слабость, а он это делает смело. Вот это я, согласись, ты говоришь себе, это я, и наплевать. Все, и вот вам пример, откровенный, про искренность и смелость. Вот, кстати, да, сейчас Гришка пробежал, сразу возникло в голове, это детская непосредственность. Ну а что, ты хочешь побегать с ним? Давай я тебя познакомлю, вы помотаетесь тут немножечко. Вот, про детскую непосредственность, важно ее сохранять, и именно это цепляет людей по-настоящему. Мы все с вами сегодня стали, знаете, такими серьезными. А, вот, кстати, у меня сейчас вышел новый проект, называется «Ответь себе» на телевидении про психологию, мы в этом встречаемся с психологами, у меня там известные люди города озвучивают свои проблемы, с чем они сталкиваются, психологические проблемы, и мы потом с психологами разбираем. Так вот, у меня этот проект увидела девочка, мы с ней учились в параллельных классах, она говорит, «Сань, ты че, это же не ты?» Она говорит, «Ты че такой серьезный?» «Тебя запомнила смеющимся абсолютно все время, ты все время шутил, это же не ты, тренинг 10 минут на него, понял?» И я говорю, «Слушай, но там есть некая маска все равно, я должен, но я делаю это искренне». Нет, она говорит, «Я увидела, что у тебя глаз горит как бы на эту тему, да, там, каких-то страхов, еще чего-то, но ты, говорит, вообще другой, ну, а это уже образ. Я здесь сейчас с вами один, в телевизоре вы меня увидите третьим, да, дома я вообще вот весь настоящий, а там совсем другой». Вот. Но, тем не менее, я каждую роль живу искренне. И вот тогда откликается. Мне уже сообщили, что важно перейти к тренингу, потому что времени немного сегодня у нас с вами. Я хотел провести тренинг, раз говорил символично, мы находимся сегодня в космосе. Я сразу вспомнил тренинг, который был направлен как раз на вот эту искренность, на чувство искренности. Кто хочет выйти ко мне сюда, я проведу тренинг вместе с вами. Да, конечно, конечно. Ощущение, что просто мы сидели здесь уже третий год и наконец-то, наконец-то, как вас зовут? Яна. Яна, очень приятно. Мне нужно еще три человека. Отлично, выходите. Раз, два, выходите тоже. Ну, давайте, давайте третью пару сейчас создадим тогда. Вот, Егор, пожалуйста, и так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще, так, все, шесть человек, да, все правильно? Да, с математикой. О, Гриш, ты тоже будешь участвовать? Классно. Давайте, будешь мне помогать. Я расскажу, что это за тренинг. Наверняка, многие из вас знакомы с ним. Я его немножко трансформировал под то, что нам нужно сегодня испытать. Он называется в одних местах кинжал и роза, в других называется цветок и нож. Кто знает этот тренинг? Супер. Ты, наверное, с космоса, да? Все понятно. Так, рядышком. Смотрите, такая история. В театре, когда учились, это был один из основных тренингов на то, как работает наше вот нутро, когда мы не проявляемся физически вообще. Такая история. У нас сейчас с вами будет задача, распределитесь по парам, пожалуйста, кто с кем будет. Сразу, наверное, как так стоит, так и останемся, да? Ух ты. Егор сразу, Катя, вы вместе, да? Вы вместе пришли? Да, я думал, ты просто так знак внимания сразу проявил. Смотрите, задача следующая. Мы сейчас с вами будем смотреть друг в друга в глаза. Один из нас будет держать за спиной, один из вас в паре, будет держать за спиной либо цветок, либо нож. И задача партнера определить, что партнер держит за спиной. Но тот, кто держит предмет, обязательно должен транслировать это глазами. Вот мы сейчас сначала попробуем искренне это делать, а потом во втором этапе попробуем обманывать друг друга. Мы можем держать нож, но при этом показывать человеку, что там цветок. И задача партнера будет обгадать все-таки что-то. Попробуем? Давайте поддержим аплодисменты, ребята. Я предлагаю, давайте, знаете, чтобы вы все-таки вас видели тоже немножко. Давайте все-таки вот так и развернемся, вот как стоите, друг к другу разворачивайтесь, да, чтобы вы могли за вами наблюдать. Определитесь, пожалуйста, у кого будет предмет сейчас. Договоритесь. Давайте, вот, договоримся. Да? А вот, смотри, мужчина и женщина уже тяжелее, давайте нет, потом я же не наступлю, но нет, да. Договорились? Супер. Сейчас один из вас, кто будет держать предмет, выбирает себе предмет, это будет либо нож, либо роза. Сразу скажу, нам важно транслировать это партнеру так, чтобы мы не делаем мимикой ничего, абсолютно у нас пустое лицо, но в глазах все должно быть. То есть, я сейчас с ножом стою, и у меня это в глазах, либо я стою с цветком и транслирую, то есть, ничего, только глаза работают. И важно, но это должно быть искренне, вот отсюда, вы должны искриться на эту эмоцию, именно на то, что я сейчас с ножом к тебе пришел, или я пришел к тебе с цветком. Должна быть максимальная искренность через глаза. Попробуем? Ну давайте. У вас будет буквально несколько секундочек. Все, 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 работаем. Друг друг в глаза смотрим. Не говорим. Не говорим. Уже отгадали? Роза. Все правильно? Супер. Можете поменяться сейчас, попробовать. Поменяться. Вы отгадали? Нет. Нет? Давайте еще пробовать. Можете поменяться. Нет. Не угадали тоже. Делайте, попробуйте делать это так, что не просто сейчас я погадаю, попробуйте почувствовать. Но для этого человек, который держит этот примет, обязательно должен транслировать это максимально, но через глаза. вы знаете, когда вот хочется сказать, но не можешь. Вот такая должна быть эмоция. Хочется уже быстрее проявиться, но не могу. Пробуем. Не знаю, дойдем ли мы до этапа, когда будем обманывать друг друга. Мне кажется, они с него начали просто. Удалось? Опять не отгадали. У вас получилось? Супер. Так, девочки, у вас? Отгадали? Здорово. Здорово. Супер. Спасибо, конечно, мне очень помогаешь. Супер. Давайте теперь попробуем обманывать друг друга. Вот те, у кого получилось и получается, вам нужно перейти на второй этап, когда вы берете, например, розу, но при этом транслируете нож. Вам тоже можно попробовать. Кто из вас будет, сами договоритесь, пожалуйста. Помните, вот это чувство внутри, когда меня разрывает от этой эмоции, меня распирает ее. Вам нужно ее прочувствовать самим максимально, чтобы партнер срезонировал правильно в ней. Итак, давайте попробуем и будем закругляться уже. Итак, девочки, как у вас? Как у вас получилось? Удалось обмануть, да? Не чувствуете ничего? Может, может, может. Правильно. Вот, знаете, здесь тоже очень правильно сказать себе, что я сделала не так сейчас, да, например, что не почувствовал партнеру. Вот я максимально должен дать партнеру помощи. Вот в этом вся суть произведения. Ну, я думаю, сейчас всем понятно, что это за тренинг, и можно его просто практиковать в жизни, это очень интересно. Было бы больше времени, мы бы с вами это разделим. Попробуй всем. Гриша, не подставляй мне так, папа, когда мы уйдем? Сейчас, подожди, секундочку еще. Итак, я могу продолжить, или мы будем закругляться? Сейчас на вопросы давайте поотвечаем. Да, давайте поотвечаем на вопросы. Я, кстати, буду, все знают, да, что вопросы мы выбираем самый лучший, потом самый интересный. Я буду очень требовательный, потому что это в силу профессии, просто вопросы должны быть мощные. Давайте, если есть у кого-то, конечно. У нас очень вкусный подарок за хороший вопрос. Я так сыну говорю, Гриш, пойдем, пожалуйста, одеваться, я тебе конфетку дам, пожалуйста. Говорит, папа, это не работает. Это же не проискованность. Кто хочет искренне задать вопрос? Так, микрофон я передаю? Почему очень важно проживать именно свою жизнь? Хороший вопрос. Вам интересно жить чужую жизнь? Вот вы часто делаете то, что вы хотите делать? Почему 50 на 50? Вы стараетесь еще чью-то жизнь жить? Нет. Вот смотрите, вы очень здорово говорите, что есть желание других людей. Вот когда мое желание затрагивает границы другого человека, там начинаются уже договоренности какие-то. Ну, с любовью, да? Не слышишь, в Бериновский, дорогой, мне так неприятно, да? Ну, условно говоря, естественно, но я всегда стараюсь делать то, что я хочу. И это важно делать. Иначе мы ощущаем вот это состояние несчастья. Слушай, что-то не так, а может быть, куда-то в другой город уехать, а может быть, что-то не то, что-то как-то это, что-то может быть, этот человек, не этот. И вот ты все время с тобой в диссонансе, потому что ты делаешь не то, что ты хочешь по-настоящему. Вспоминаю Дамира. Он вроде говорит про любовь, а хочет просто красоваться, кататься на тачке по городу. Вот и все. И важно отвечать себе на вопрос, что я хочу по-настоящему. Я вообще хочу сейчас быть вот в этой семье, честно. Что мне здесь нравится, что мне не нравится. Это про осознанность какую-то, да? Не знаю, я люблю гулять по набережной или просто поддерживаю ребят, потому что они хотят. Вот у Гришковца есть, знаете, песня такая, меня спросили, ты с нами? Слышали? Нету Гришковца этот трек? Меня спросили, ты с нами? Он говорит, да, я с вами. Ну а почему ты, типа, хочешь поехать к ним? Ну сейчас я с вами, а потом я буду с ними. А потом я буду дома, а потом я буду один. И это вот то, что я хочу. Они говорят, ну как это ты, типа, с ними? Ты же вроде должен быть с нами. Ну как? Я вот сейчас с вами, а завтра я хочу быть с ними. Я делаю то, что я хочу. Если эти друзья отвалились, значит, это не друзья. Мне еще один крайний вопрос. А как понять, это истина твое желание, или это какое-то желание навязанное? Вы всегда знаете, где истинное желание, а где нет. Вот честно, вы всегда все знаете, согласитесь. Просто не бывает, спасибо, дамы. Бывает не хватает смелости себе признаться, что вот это мое или нет. Я спрашиваю, когда вам было, как мне это? Что же вы хотите? Как различать? Истинное желание головы или большинства? Да вы всегда все знаете. Голова, голова это вот про страхи, голова про надо, а вот здесь это про хочу. Я чего хочу? Вот можете честно сказать, чего вам хочется? Да. Здравствуйте. Меня Кристина зовут. Тогда следующий вопрос. У каждого творчества человека, когда приходит хочу, есть определенное мнение про могу и надо. Вот хочу, могу и надо, баланс в вашем понимании, это что? И еще один вопрос сразу. Здесь и сейчас или с планами на будущее? В вашей позиции? Жить здесь и сейчас или все-таки планы? Вот баланс, правило, хочу, надо и так далее. Я не хотел сейчас эту печеньку вообще. Честно. Потому что, во-первых, я говорю, мне сейчас это будет мешать, но я понимаю, что если я сейчас ее не съем, у меня печенька будет так перед глазами, еще минут 10. Я ее съел. Это баланс. Мне не сложно. Я не хотел ее, но мне не сложно. Ну, я как бы, потому что понимаю, что сейчас так надо, да, сейчас будет так удобнее и мне, и ему, и так далее. Это все же очень очевидно. Баланс, ну, вы знаете, баланс особый не нужно искать. Вот когда я живу, как хочу, его не нужно искать. Рядом с тобой появляются люди, которые точно так же хотят того же, понимаете? Вот если я сам себя обманываю и говорю вам, слушай, мне нравится рок, я вот сейчас обманываю себя, потому что у меня есть девушка, которая слушает рок, например, да? Вот, послушайте, слушай, мне тоже нравится рок, такая кайфовая, сам я думаю, что это все кончится, невозможно уже. Внутри, да? И говорит, классный рок, да, круто. Или я говорю, слушай, ты, конечно, послушай, он мне, честно, не нравится. Я готов сейчас там пару треков послушать, давай потом поменяем на мою тоже, да? Давай послушаем мою Агутина люблю. Вот. Давай послушаем Агутина. И вот здесь вот этот баланс. Но я при этом не вру. Я говорю, ты послушай, но мне это не нравится. Гриш, ты себя там так-то, так-то ведешь, мне это не нравится, но я тебя люблю. Вот баланс во всем. Он есть. Просто, это через любовь, наверное, тоже все происходит. И второй вопрос, прошу прощения, еще раз, какой был? Здесь и сейчас. Жить здесь и сейчас, потому что здесь и сейчас, это как раз заделанное будущее. Понимаешь? Ну, по-другому никак. Как можно жить в будущем? Типа, ты здесь такой, так, что будет завтра? Идешь, обрезался в стол, потому что думал про завтра. И все здесь и сейчас, и это всегда заделанное будущее, да? Вопрос? Говори. Домой сейчас пойдем. Такой вопрос к вам, как к мужчине. Как к мужчине оставаться искренним? Ведь все-таки женщине, ей проще быть искренней, в душе быть девочкой. А мужчина, это все-таки глава семьи, он более ответственный. Если особенно он занимает какую-то ответственную должность, да, где у него там 500 подчиненных, как ему вот при всей вот этой ответственности перед жизнью, оставаться еще в душе каким-то таким, ну, наивным пальчиком, вообще стоит ли, нужно ли ему быть вот таким вот искренним, открытым. Спасибо.